Да будет имя Господне благословено. Первое место, которое я читаю, это книга судей, 3 глава, 1, 2 и 4 стихи. Вот те народы, которых оставил Господь, чтобы искушать имя израильтян, всех, которые не знали о всех войнах ханаанских. Для того только, чтобы знали и учились в войне последующие роды сынов Израилевых, которые прежде не знали ее. Они были оставлены, чтобы искушать имя израильтян и узнать, повинуются ли они заповедям Господним, которые Он соповедал отцам их через Моисея. Сегодня я хотел бы говорить на такую тему «уметь воевать». Из этого прочистенного текста здесь идут такие две мысли, которые я хотел бы выделить. Господь говорит, что Он оставил народы, то есть врагов израильских, те, которые были во вражде с ним, которые воевали с ними постоянно. Мы знаем, что израильский народ, он много очень воевал, когда они шли в обетованную землю, то им очень много приходилось проходить через войны, побеждать, воевать, завоевывать земли, те, которые Господь им обещал, которые Господь им давал. Но бывали моменты, когда Господь, Он говорил, что «я оставляю эти народы для того», здесь именно две мысли. Он говорит, что «я оставляю эти народы для того, первое, чтобы знали и учились в войне последующие роды, а второе, это чтобы искушать и узнать или испытать израильский народ и узнать, повинуются ли они заповедям его». То есть узнать, что находится в их сердце, испытать их через эти народы, через эти войны и на самом деле посмотреть, что у них внутри. Когда их постигают испытания, трудности, когда их постигает война, то посмотреть, как они будут себя вести, какая будет их реакция, как они будут поступать. То вот эти два момента, на которые я хотел бы сегодня остановиться, немного порассуждать. Значит, первое – это чтобы знали и учились в войне последующие роды. Если мы смотрим на нас сегодня, то наши дедушки, многие из них очень, они сидели в тюрьмах, они были в лагерях в Сибири или еще в каких-то других местах. Они сидели за Слово Божие. Часто это было, может быть, потому что они не хотели служить, не хотели воевать или просто потому, что они были христиане, потому что они служили Богу, потому что они собирались, потому что они молились, их за это гнали, их за это притесняли, их за это судили, сажали в тюрьмы, в лагеря и всячески над ними издевались. И этот род, или можно сказать, это поколение, оно прошло свою войну, оно прошло свое испытание. Ихнее испытание было в том, чтобы остаться верным до конца Богу. Когда на них всячески издевались над ними, смеялись, пренебрегали их, сажали в тюрьму и, можно сказать, делали такие нечеловеческие условия для них, они оставались верными. Многие остались верными, хотя есть и были те, которые и не устояли, но много людей, которые остались верными своему Христу, своему Господу, и они через это показали, что те испытания, которые им надо было пройти, ихнему поколению надо было пройти, они показали, что они остались верными. То есть они вышли победителем в этой войне, они сохранили веру до конца. Наши, может быть, отцы наши тоже испытывали, может быть, не такие сильные притеснения, но тоже, когда в бывшем Советском Союзе не были такие очень хорошие условия, не были такие очень прекрасные условия, тоже где-то там или здесь притесняли, может быть, говорили как-то, они не имели таких полных прав. Когда мы уже смотрим на нас, на молодых, на молодежь, которая живет в этой прекрасной стране Америки, где Бог абсолютно нас всем благословил, у нас абсолютно есть все, мы имеем полные человеческие права, мы можем учиться, где мы хочем, мы можем работать, где мы хочем, если, конечно же, мы способны на это. Мы имеем очень большой достаток пищи, одежды, дома, машины, все, что мы пожелаем, если мы к этому приложим усилия, если Бог благоволит к этому, мы можем достичь этого. И какое же для нас, какое же для нас испытание, или какая же для нас есть война, или трудность, или, можно сказать, испытание, которое должно пройти нам, или предстоит, или мы сталкиваемся с которым испытанием, это есть свобода. Это есть то, что, когда смотришь на много людей, особенно на христиан, не обязательно славян, и на американцев, ты можешь понять и уразуметь, что много вещей, они смешались в серый цвет, они смешались и приняли ту форму, которая, она не есть истина, но она как бы немного приносит, как бы, яда, или приносит немного то, о чем не говорит Священное Писание. Это свобода. Священное Писание говорит нам, что, чтобы свобода, она не послужила нам к угождению плоти. Когда очень много свободы, то человек, он часто говорит, что если тот делает так, то и почему мне нельзя, это конкретно не сказано об этом, может быть, о каком-то грехе, или о какой-то вещи, об этом конкретно не сказано в Писании, потому что, поэтому я могу так поступать, поэтому я могу так себя вести. И многое другое, которое, оно принимает такой серый цвет. Если мы посмотрим те поколения прежде нас, то там можно было конкретно видеть черное и белое. Или ты христианин, или ты не христианин. Или ты будешь с теми, которые против Бога, или ты будешь на той стороне, которые за Бога. У нас же сегодня немного по-другому, но я верю, я понимаю и разумею так, что для молодежи есть тоже свое испытание, есть тоже своя трудность. Когда перед тобой открыты все двери, и когда ты можешь делать абсолютно, что тебе твоей душе пожелает, и ты можешь это скрыть от близких, от родителей, или еще от кого-то, от служителей, от церкви. Ты можешь делать, что ты хочешь, но если в тебе нету страха Божия, если нет в тебе той живой веры, если ты не понимаешь и не разумеешь истину Священного Писания, то ты можешь это делать, и твоя совесть будет спокойная. Но поэтому нужно иметь это. Нужно иметь этот страх Божий, который бы отсоединял нас от тех людей, которые настоящие являются христиане, и которые являются теплые христиане, или может быть вообще они уже давно не христиане. Поэтому, когда я говорю сегодня об этом, то мы должны иметь и эту победу в свободе, победу в Иисусе Христе. Наша война, какая же наша война? Наша война, часто можно смотреть на людей и увидеть, что они тратят очень много, масса времени, года, на то, чтобы воевать друг против друга. Брат против брата, сестры против сестра, сестра против сестры, дети против родителей, или может быть в церкви какие-то внутренние конфликты, или еще где-то. И смотришь на людей, я говорю о христианах сейчас, люди тратят столько много времени для того, чтобы, как бы сказать, воевать против вот эти стычки друг против друга какие-то, какие-то недопонимания, недоразумения, и люди проходят года, проходят года, они остаются на том же месте, они не имеют этого возраста, они не возрастают в христе, они не принимают его жертву, они не принимают его учения, и не растут в этом, не преображаются в его образ, не становятся подобным его. И, конечно, это печально, потому что Священное Писание призывает нас не для того, чтобы мы воевали или враждовали друг против друга, но оно призывает нас к другому. В Ефесе 6 глава 12 стих. Здесь говорится, потому что наша брань не против крови и плоти, не против начальств, но против начальств, против властей, против мироправителей тьми века сего, против духов злобы поднебесных. То есть наша брань, она не против крови и плоти. Бог нас сегодня не призывает, чтобы мы шли и воевали против других людей, я говорю в буквальном смысле, чтобы мы воевали против других стран или против других народов. Но наша брань, она глубже, она имеет глубже смысл. Это против начальств, мироправителей тьми века сего, против духов злобы поднебесных. То есть наша битва, наша брань, она является духовной брань, духовная битва, где сражение идет за душу человека. Мы понимаем все и знаем, что Христос, Он победил смерть, победил грех, победил ад, Он победил сатану и расторг все цепи и всякое его правление или всякую какую-то его силу и власть, которую он имел или может быть покушался иметь. Бог это все разрушил и расторг. И поэтому мы понимаем, что война, когда идет, то она, в духовном мире, то она идет война за душу человека. Дьявол, он хочет совратить, прельстить и как-то сделать так, чтобы эта душа, она отпала и пришла, была с Ним. А Господь, Он хочет, чтобы эта душа, она была с Ним в Его Царстве, потому что Он пролил свою святую кровь за каждого из нас, за ту душу, для того, чтобы мы были с Ним и царствовали вместе с Ним. Другая война или другая брань, которую мы имеем, это против своей плоти. И она написана, что похоть плоти, похоть отчей и гордость житейская, она не есть от Отца, но от мира сего. То есть наша война, это против плоти, против этого мира, против желаний или против этих прелестей мира, которые мир предлагает нам. Мы всегда должны стоять на страже, мы всегда должны бодрствовать, потому что мы живем во плоти, всегда у нас постигают всякие испытания, всякие искушения. И если мы не ставим этот щит, если мы не ставим эту броню и не наблюдаем за всеми ситуациями в нашей жизни через Слово Божие, то мы можем легко поддаться врагу, мы можем позволить, чтобы его стрела пронзила нас. Поэтому наш путь, христиан, это путь узкий. И на этом пути, может быть, не всегда встречается прекрасный, там, все прекрасно, все мягко, все хорошо, но на узком пути встречаются трудности, встречаются испытания, встречаются боли, встречаются проблемы. И поэтому нам, как христианам, мы много в чем должны себя ограждать, мы много в чем должны свое тело, свой плод, свои желания ставить в рамки, о которых учит нас Священное Писание. И какие же инструменты или методы мы можем употреблять в этой нашей войне или в этой брани? Молитва. Одно из этих – это молитва. Мы смотрим на Иисуса Христа. Иисус Христос, Он очень много проводил в молитве. Он часто ночами уходил и молился к Своему Отцу Небесному для того, чтобы беседовать с Ним, чтобы открывать Ему, молиться, общаться с Ним. В нашей жизни также мы имеем этот метод, этот инструмент – молитва. И каждый христианин понимает и знает, что в молитве есть великая сила. Когда мы приходим перед нашим Богом, когда, может быть, близкие наши, окружающие наши не могут помочь нам, не могут понять нас, когда мы приходим перед нашим Богом и открываем перед Ним свои желания, свои трудности, свои проблемы, Он всегда нам помогает, Он всегда поможет нам. Другой – это пост. Священное Писание также говорит, что этот род, там идет конкретная история, и Христос говорит, что этот род не заняется постовой молитвой. То есть, когда пост и молитва совмещаются, это тоже есть великая сила, это тоже есть инструмент, элемент, через который мы можем воевать, через который мы можем использовать для того, чтобы выходить победителями. Когда человек, он находится в посте, то он отказывается от пищи, и, может быть, когда приходит у него желание какое-то что-то поесть, то он сразу ловит себя на мысли и говорит, что у меня есть определенная нужда перед Богом, у меня есть какая-то трудность, или, может быть, просто благодарность, и я не буду сегодня принимать никакой пищи, я не буду это делать, хоть даже моя плоть она желает, но он опять же, мысль эта приходит к нему и напоминает ему, и говорит ему, почему он это делает, почему он берет этот пост. И другое – это чтение и изучение Слова Божия. Когда мы молимся, то мы общаемся с нашим Богом, мы открываем перед Ним наши желания, мы с Ним беседуем. Когда мы изучаем и читаем Слово Божие, то Бог, Он общается с нами, и Он говорит нам. И часто в нашей жизни так получается, когда мы имеем какой-то вопрос, или, может быть, что-то спросить у Бога, какое-то испытание или трудность, или какая-то нужда у нас есть, то когда мы находимся в молитвном состоянии, когда мы просим, когда мы молим, когда мы находимся в этом борении, то Бог или Дух Святой, Он часто нам открывает свое священное Писание, может быть, то место, которое мы уже читали несколько раз, место, которое мы уже знаем и понимаем, и много слышали. Дух Святой, Он как-то открывает его с другой стороны, когда мы имеем определенную нужду перед Богом, и Он именно освещает то место, и мы как бы имеем это прозрение, мы имеем это откровение и понимание, и Бог дает нам ведение, как нам поступать и как нам действовать дальше. Другое, то, что мы можем использовать методы для того, чтобы нам воевать, для того, чтобы нам побеждать, для того, чтобы нам выходить победителями, это самоотвержение или распять свое «я». Это является учением Иисуса Христа. Иисус Христос говорит, что мы должны отвергнуть себя, мы должны оставить свои желания, оставить свое, может быть, свои какие-то идеи, свои понимания, понимание о том, что я, может быть, что-то значу, что-то я могу. Когда мы понимаем себя, и когда мы говорим Богу, то, что мы ничего не можем, то, что мы ничего, мы бессильны, то Христос, Он имеет возможность приходить в наше сердце и действовать нас, и изменять нас в свой совершенный образ. Он может помогать нам и давать нам силы, чтобы мы выходили победителями, чтобы мы побеждали. Если мы смотрим на всякие ссоры или, может быть, какие-то недопонимания между близкими, между родными, может быть, церкви или еще где-то, и часто люди, когда они ссорятся или когда они между друг другом имеют какие-то конфликты, то каждая сторона, она отстаивает как бы свою позицию. Один говорит, что я правильно понимаю мое то, что о чем я говорю, это правильно, другой говорит то же самое. И в этом заключается конфликт. Если бы человек, одна сторона смирилась или, может быть, не поискала своего, как учит нас Священное Писание, как учит нас Христос, то конфликта этого бы не было, потому что само по себе оно бы все разрешилось. И когда мы, христиане, принимаем это учение Христа, когда мы принимаем Его заповеди, когда мы принимаем Его жертву в свое сердце, то мы становимся другими людьми. Уже мы не воюем друг против друга, но мы уже знаем, что наша война это против высшего духовного мира. И последний момент, методы или инструменты, которыми мы можем воевать, это свое осознание и полное, свое полное осознание, то, что я бессилен, и полная надежда на Христа. Да, Священное Писание и Бог, Он предлагает нам молитву, пост, изучение Слова Божия, то, что мы должны отвергнуть себя, распять себя, это так и должно быть. Но бывают такие моменты, когда человек, он исполняет все это, и он это все делает, но в жизни своей он все равно, может быть, не видит какого-то финального или реального результата. И Бог хочет, чтобы мы не надеялись на свои силы, не на свою праведность, но чтобы мы полностью осознали свою нищету, мы осознали свое бессилие и сказали ему, что, Господи, я не могу сам. Может быть, я старался, может быть, я как-то хотел что-то сделать лучше, может быть, я молился за обижающих меня, и когда мне причиняли боль, то я благоставлял. Но, Господи, Ты видишь и понимаешь мое состояние, что я сам не могу. Я прошу Тебя, чтобы Ты вошел в мое сердце и чтобы Ты дал мне силу побеждать. То есть мы осознаем свое бессилие, и этим самым мы позволяем Иисусу Христу полностью войти в наше сердце и трудиться в нас, чтобы Он был в нашем сердце и чтобы Он помогал нам побеждать и чтобы мы выходили победителями. Это первое, то, о чем я говорил в начале, это чтобы Бог оставил этих народ, эти народы, чтобы будущие поколения знали и учились войне, чтобы они знали, что такое война. В других словах, Бог посылает в нашу жизнь всякого рода испытания, трудности и проблемы для того, чтобы мы умели побеждать, для того, чтобы мы умели воевать, чтобы мы могли выходить победителями. Недавно были Олимпийские игры, и те люди, которые завоевывали золотые, серебряные или бронзовые медали, это были атлеты, которые посвящают очень много лет своей жизни для того, чтобы тренировать свое тело, чтобы выйти потом на арену или где они там бегают, плавают, чтобы завоевать какую-то медаль или какое-то положение, чтобы они могли получить эту свою награду. И эти люди, они тратят очень много времени для того, чтобы тренировать свое тело, чтобы когда они бегут или плавают, или прыгают, или еще что-то делают, чтобы они могли выиграть. Так же самое и у нас. Если мы будем просто пассивны, или если, может быть, только один раз в нашей жизни мы будем проходить через какие-то трудности, через какие-то испытания, Бог будет нас как-то испытывать, и потом у нас все будет хорошо и все будет благословенно, то воле поневоле человек, его плоть, она входит в такое пассивное состояние. Он как бы так садится, более расслабляется и говорит, все хорошо, за все слава Богу, Бог меня благословил. Да, это хорошо, когда Бог благословляет, когда Бог дает благословение в жизни, но Священное Писание говорит, что я посылаю вам эти народы для того, чтобы вы умели воевать. Я посылаю вам трудности, я посылаю вам проблемы, я посылаю вам испытания в жизни для того, чтобы вы закалялись в вере, для того, чтобы когда будут вас постигать какие-то, может быть, более сильнейшие испытания, чтобы вы умели воевать, чтобы вы умели выходить победителями, чтобы вы знали, как нужно себя смирять, как нужно смирять свою плоть, как нужно жить по учению Иисуса Христа, благоставлять, любить, прощать. И для этого Бог оставляет нам эти, посылает нам в жизни наши эти испытания и эти трудности, чтобы мы закалялись, как этот спортсмен, он постоянно тренируется, он постоянно закаляется, и через это он выходит победителем. И другой момент, второй стих из этого, то, что я прочитал в начале, вторая мысль, это для того, чтобы искушать и узнать, повинуемся ли мы Его заповедям. Оно как бы взаимосвязано, но это оно немного здесь говорит иначе о том, что когда нас постигают какие-то трудности, какие-то испытания, то какая наша реакция, что мы делаем? Каждый из нас, который сидит на этом месте, может сам проанализировать свою ситуацию, вспомнить, подумать. Вот, когда меня постигает какая-то трудность, какое-то испытание или что-то в моей жизни приходит, какая-то проблема может быть, как я себя веду, как я поступаю, начинаю ли я винить близких своих, может быть, кого-то в церкви, может быть, служителей, или, может быть, вообще на Бога начинаю говорить, что зачем, почему, ведя такой хороший, почему это все происходит в моей жизни? Начиная, может быть, негодовать, роптать, как мы поступаем? Или же мы, наоборот, все это принимаем, как от руки Божией, и понимаем и знаем, что то, что в нашей жизни происходит, оно не без воли Божией раз, и оно служит, содействует ко благу, это два. Не только, может быть, для плоти, может быть, часто для плоти это и не будет ко благу, но для души, для бессмертной это будет ко благу обязательно. Как мы сегодня поступаем, как мы сегодня уйдем? И это выбор каждого человека, или он будет роптать, или он будет негодовать. Для нас оставлен пример, как израильский народ, когда проходил через испытания, через трудности, через пустыню, они негодовали, они роптали много. Да, им было тяжело, это была пустыня, это было нелегко, но Бог не хотел этого видеть. Бог хотел, чтобы они полностью на Него надеялись. Он хотел, чтобы они полностью уповали на Него, чтобы они благодарили Его за все. Благодарим ли мы сегодня Бога, когда в нашу жизнь приходят какие-то испытания, какие-то трудности, или же мы, напротив, негодуем, ропщим. Другое, для чего Бог посылает в нашу жизнь испытания, это для того, чтобы мы не застаивались. Я немного об этом уже сказал, чтобы мы не были пассивными, чтобы мы не сидели на одном месте, но чтобы мы были как река, которая течет и постоянно, когда река течет, то вода она кристальная, она светлая, на нее приятно смотреть. А если смотришь на болото, то часто там начинают всякие водоросли расти, вода уже такая мутнеет, не так сильно приятно. Господь хочет, чтобы мы приносили плод для Его славы, чтобы мы переходили из веры в веры, из веры в веру, чтобы, когда Бог посылает нам какие-то испытания, то чтобы мы проходили их, и чтобы мы принимали это все как от руки Божьей, и чтобы мы переходили из веры в веры, мужами, женами, детьми Божьими, чтобы мы приносили плод для Его славы, и чтобы Ему было приятно смотреть на нас, как на своих детей. 1 Петра, в 1 главе, 7 стих. «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота». Золото, оно испытывается огнем. И для того, чтобы золото сделать лучшим, то его плавят несколько раз, чтобы всякие шлаки, всякая грязь, нечисть, она удалялась, она уходила. Так же самая и вера наша, она испытывается. Бог испытывал Авраама, Бог испытывал других своих мужей, и не раз, Он часто испытывал их. Когда Бог испытывает нашу веру, то Он хочет, Он делает это для того, чтобы Он хочет увидеть хвалу из наших уст. Он хочет, чтобы мы не сдали назад, чтобы мы не роптали, не говорили какие-то нехорошие слова или обвинения, но для того, чтобы мы переходили из одной веры в другую, чтобы мы становились лучше, чтобы мы становились чище. Слово Божие говорит, что Он очищает всякую ветвь, которая приносит плод. Для чего? Для того, чтобы она принесла больше плода. Не для того, что Он не любит нас, Он хочет нас наказать или хочет нам причинить какую-то боль, но во благо души нашей, чтобы мы принесли больше плода для Него. И последнюю мысль, которую я хочу сказать в заключении, это будет более такая ободрающая мысль. Евреям, 12 глава, 3-4 стих. Здесь говорится о Иисусе Христе. «Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха». Священное Писание говорит здесь о сражении. Вы еще не до крови сражались. Когда мы смотрим на Иисуса Христа, Священное Писание говорит нам, когда тебе трудно, когда тебе тяжело, по мысли о претерпевшем такое над собою поругание. Посмотри на Иисуса Христа. Посмотри, как Он прошел. Посмотри, как на Иисуса Христа его били. Посмотри, как в этом Гефсиманском саду Он сокрушался, Он молился, Он плакал, Он нес на себе весь грех мира. Он нес эту тяжесть на себе. И когда Он молился, то Его пот, Он был как капли крови. Настолько была эта великая и тяжелая борьба. Настолько было тяжело, настолько было больно. Посмотри на Иисуса Христа, когда тебе тяжело, когда тебе трудно, когда ты проходишь какие-то испытания или трудности. И пойми то, что мы еще сражались не до крови, подвязаясь против греха. Иисус Христос, Он сражался до крови. И внутренне Ему было больно, и физически Его избивали, Его били по голове, Его били всякими палками и всякими другими ремнями, или чем там были, инструментами этими. Они избивали Его. Ему было тяжело, Ему было больно. Но Он вышел победителем. Я хочу сказать, что то, что мы сегодня испытываем в нашей жизни, может быть, какие-то испытания, какие-то трудности, которые Бог посылает, то оно в сравнении с тем, что прошел Иисус Христос, это абсолютно практически ничего. Христос, Он прошел по максимуму. Он сделал все, что мог сделать человек. И сегодня, когда мы имеем что-то в жизни наше, если у тебя есть сегодня какая-то проблема, какая-то трудность, может быть, какое-то испытание, может быть, тебе тяжело и больно, то посмотри на Иисуса Христа. Посмотри то, что Он пронес все до конца, до Голгофского креста. Он был распят, Его убили, Он умер, но Он и воскрес. Он вышел победителем. Он победил грех, Он победил смерть, Он победил ад, победил дьявола. В Римлянам 8 глава, в 17 стихе, там говорится, что если мы с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Мы поем такой псалом, кто сказал побеждать легко, будто все нам дается даром. Действительно, те люди, которые проходят трудности, испытания, наши дедушки, которые прошли тюрьмы, им было нелегко, им было больно, но когда человек остается верным, когда человек остается верным до конца, то это слава Богу. И Бог смотрит на такого человека, и ему приятно. Если мы подумаем, что мы являемся детьми Божьими, и то, что мы испытываем в нашей жизни, может быть, еще будем что-то испытывать, никто не знает нас, но мы являемся детьми Божьими, а если Его детьми, то мы являемся и наследниками всего того, что имеет Иисус Христос, всего того, что имеет Бог. Господь, Он восседает над кругом земли, Он сотворил абсолютно все, сотворил землю, и все, что на земле, которое мы видим и не видим, это все сотворила рука Божия. Все богатства, вся слава, она принадлежит Богу. И если мы Его дети, законные дети, то это все также принадлежит и нам. Небольшой пример. Люди, которые большие, вот президент, император, может быть, ну, сейчас нету императоров сильно, но президент или царь, и, скажем, их дети, если они между собой общаются, то для одного, если для одного человека президент является его отцом, а для другого его друга, например. Это просто как президент, как высокая какая-то недостигаемая личность, если ему надо с ним пообщаться, то он должен назначать какие-то свидания, опоменты делать, чтобы его увидеть, и, может быть, он вообще его никогда не сможет увидеть. А для другого человека, для сына президента, то он для него является отцом, и он может в любое время позвонить ему, зайти к нему в кабинет, спросить его, если он нужен ему так сильно. То есть, этот сын, у которого отец занимает высокую царь, или он президент, то он является очень близким, он может всегда прийти к нему, и все, что он имеет, это является, оно относится к этому сыну. Так же самое и для нас. Мы являемся детьми Божьими, мы являемся детьми царя, который имеет абсолютно все. Вся слава, все богатства, честь, привилегия, все то, что имеет Иисус Христос, мы также имеем к этому доступ, потому что мы являемся его детьми. Поэтому, когда думаешь об этом, думаешь о том, что когда закончится наша жизнь, когда мы будем с нашим Иисусом Христом, если мы до конца останемся верными, то мы будем вместе с Ним, будем рядом с Ним. И когда имеешь эту мысль в себе, то легко потом переносить страдания, легко переносить испытания, и легче бороться, легче сражаться, для того, чтобы быть с нашим Иисусом Христом. Мы поем такой псалом, где говорится, стоит смиряться, стоит бороться, стоит за это жизнь всю отдать, для того, чтобы быть с нашим любимым Иисусом Христом вечно. Пусть благословит нас сегодня Господь, и пусть поможет Он нам, чтобы мы знали и умели воевать, чтобы мы могли через испытания и через трудности всегда воздавать Ему славу, всегда благодарить Его, и понимать и знать, что Иисус Христос, Он прошел, взирать на Него, смотреть на Него, и знать, что то, что мы делаем для Бога, оно не просто так, оно не уйдет неувиданно, но Бог, Он увидит, Он благословит, и Он поможет нам все пройти. Давайте помолимся. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,